И еще несколько фактов и событий, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе и вокруг него. И вновь Дворец культуры имени Костевича открывает свои двери участникам областного фестиваля конкурса «Звездные россыпи». В этом году он состоится в Орбите уже в 21 раз и соберет участников из 35 территорий Свердловской области. По уже сложившейся традиции конкурсная программа пройдет в два дня. 25 ноября свои номера на суд-жюри представят вокалисты и хоровые коллективы, а 26-го на сцену выйдут хореографические коллективы. Ожидается и большой голоконцерт, участие в котором примет лучшие из лучших. Расписание их проведения и стоимости билетов узнавайте в кассах дворца. К слову, приобрести их можно и по Пушкинской карте. Обманывая граждан, мошенники с начала 2022 года нанесли жителям Свердловской области ущерб на общую сумму 1 миллиард 150 миллионов рублей. Причем 137 миллионов рублей из них люди добровольно отдали лжесиловикам и липовым банковским службам безопасности. А это существенно больше, чем в прошлом году, отмечают в правоохранительных органах. Напомним, по информации стражей правопорядка, чаще всего мошенники пугают клиента тем, что на его имя кто-то берет кредит, либо предлагают защитить сбережения, которые якобы находятся в опасности. В их схемах также фигурируют лжепредставители банковской сферы и силовых ведомств, которые требуют срочно перевести деньги на указанный им счет, либо взять кредит, а потом отправить деньги в пользу доброжелателей. До завершения второго этапа голосования всего неделям, напомним, с начала августа жителям Свердловской области предложено высказать свое мнение о том, какое явление, событие или объект достойны присвоения почетного звания «Достояние Среднего Урала». В сформированный по итогам экспертного обсуждения шорт-лист вошли волейбольный клуб «Уралочка», «Уралвагонзавод», «Верхотурский Кремль», «Песня», «Уральская рябинушка», «Природный парк», «Оленья ручьи» и многие другие номинанты, в числе которых и «Ирбитская ярмарка». Так что у ирбичан последняя возможность поддержать город и его историческое наследие в борьбе за высокое звание, которое в будущем станет настоящим брендом Среднего Урала. Напомним, голосование завершится 30 ноября.